всем доброго времени суток сегодня я решил сделать очередной урок по программе sony vegas pro 10 и сегодня будет урок для начинающих сегодня поговорим о интерфейсе этой программы как настроить этот интерфейс как загрузить видео и как вывести файл видеофайл итак начнем здесь находится вкладке это explorer это окошко откуда мы будем загружать наше видео project media это те файлы которые уже сущу вас загруженных программу они будут отображаться здесь музыка картинки видео и так далее transitions это переходы видеофейкс это видеоэффекты у меня их тут уже много установленных плагинах и медиагенератор это текст градиенты цвет и так далее здесь вот это окно собственно представляет сам наш предпросмотр в котором будет видны все наши действия которым будем сделать на на дорожке ну и так давайте начнем переходим вкладку explorer отсюда вы будете загружать свое видео музыку картинки и так далее находим папку где хранится у вас видео допустим вот это для того чтобы увидеть видео которое мы хотим добавить на дорожку в редактор нам необходимо выбрать это видео этот файл выделить его и нажать кнопочку просмотра play и в этом окошке мы будем видеть видео если нажимаем стоп если у вас нет этого окошка давайте его закрою вот закрыто вызвать его можно отсюда вив триммер ставим галочку вот она появляется окна хочу сказать все эти настраиваются это еще одна хорошая черта вегаса их можно вынести в любое место поставить хоть сюда хоть сюда но я вот мне удобно здесь я уже настроил его под себя как мне удобно и так выбираем наш файл чтобы постоянно не тыкать play stop мы можем нажать вот эту кнопочку автопроигрывание нажимаем после выбора файла происходит автоматическое воспроизведение так давайте выберем зажимаем левой кнопкой мыши видео и перетаскиваем на дорожку создаются две дорожки всегда это видео дорожка и аудио дорожка редактировать эти дорожки можно как группой вместе обрезать так и по отдельности чтобы а допустим мы хотим укоротить звук но как видите видео тоже вместе со звуком укорачивается чтобы сделать чтобы редактировать отдельно эти дорожки мы должны нажать вот на этот замочек. Нажимаем. И у нас дорожки становятся независимы друг от друга. Мы можем их редактировать, переносить. Давайте теперь разберемся вот с этим окошком. Это окошко. В этом окошке мы будем видеть те эффекты, которые мы будем накладывать в процессе монтажа. Но его необходимо настроить. Все настройки вызываются вот этой кнопочкой. Нажимаем. Вылазит окошко. Главные настройки это видео и аудио. Ну, аудио я, честно говорю, я не трогаю, оставляю по умолчанию, как есть. А вот видео необходимо настроить. В зависимости от того, какое у вас видео, какое вы камеры снимаете, либо какое видео загрузили, необходимо настроить это окно. То есть, мое видео я снимаю, камера снимает 1280 на 720 и 30 кадров в секунду. Нажимаем вот на эту кнопочку. Появляются заготовки формата в видео, количество кадров в секунду. Соответственно, если у меня снимает она 1280 720 пикселей и 30 кадров в секунду, я выбираю вот это HDV 720p. Хочу сказать, вы должны сразу знать, какое разрешение вы будете выводить, потому что настройки этого окна и настройки рендеринга должны быть одинаковые. То есть, если вы хотите делать видео 1080 пикселей и 24 кадров в секунду, то вы должны выбрать вот это. Я хочу вывести оригинал, как снимает камера, то есть 1280 720p, 30 кадров в секунду. Я выбираю. После этих настройок вы можете нажать галочку. Если вы собираетесь постоянно использовать эти настройки, вы можете поставить вот здесь вот галочку и при каждом открытии программы у вас будут эти настройки. После того, как окно настроили, нажимаем ОК. Под окном вы можете видеть настройки этого окна. 1280, 120 и 30 кадров в секунду. Если вы не знаете, какое количество кадров в вашем видео, то вы можете сделать следующее. Подвести курсор мышки на видео, нажать правую кнопку мышки и выбрать Properties, то есть свойства. Выбираем и здесь вот отображается количество кадров. 30 кадров в секунду. На там лане мы будем редактировать наши дорожки. Видеодорожек здесь может быть сколько угодно. Вставляются они вот отсюда. Вставить аудиотрек, либо вставить видеотрек. Вот появляется. Можно их менять местами, зажимая вот и перенося. Если это видеодорожка, это является ее прозрачности. Если же это аудиодорожка, то это звук. Еще что хорошо в Вегасе, это то, что все настройки можно в любой момент вернуть в исходное положение по умолчанию. То есть если вы крутили какие-то настройки и что-то у вас не получилось, то вы можете два раза щелкнуть мышкой и эти настройки вернутся в изначальное положение. То есть два раза все становится все на свои места. Здесь проигрывается это play, пауза, стоп на начальный кадр. Это покадровая перемотка. Вот это желтый треугольничек. Это выделение видео. При монтаже советую выделять. То есть та часть, которая нам нужна для рендеринга. Ту часть, которую вы будете делать. Это зацикленное воспроизведение. То есть если ее нажать, то ваше видео, дойдя до конца, сразу переходит в начало и опять воспроизводится. Еще хотел бы сказать некоторые особенности. Если у вас камера снимает 50 кадров в секунду или 60 кадров в секунду, а вы хотите вывести видео 24 кадра в секунду, то здесь надо сделать небольшие настройки. Эти настройки очень сильно влияют на качество видео. Ну давайте я покажу на примере. Вот мое видео 30 кадров в секунду. Я хочу вывести 24 кадра в секунду. Опять же переходим в наше меню предпросмотра. Ставим, выбираем это разрешение. То есть 720, 24 кадра. Окей. Вот здесь отображается. Нажимаем правой кнопкой мыши на видео, выбираем свойства. Появляется окно. И вот в этом окне, мы должны вот эту галочку smart resample поменять на disable resample. Переводится это как отключить resample. Resample это делает промежуточные кадры видео. То есть если у вас 30 кадров в секунду, а делаете 24, то естественно остальные кадры он как-то должен раскинуть между видео. И получается не очень красиво. Особенно если это динамичные кадры. Получается смаз в движении или какое-то размытие некое. Советую это обязательно делать. Нажимаем ok. Итак, давайте теперь выведем наше видео. Для этого переходим во вкладку файл render s. То есть сохранить как. Нажимаем. Появляется окно. Естественно вам надо выбрать куда вы будете сохранять ваше видео. Давайте это сделаем. Я щас к примеру выберу папку. У меня отдельная папка. Советую вам тоже создать отдельную папку. Чтобы потом не искать эти файлы от vegas. В этом окне есть множество заготовок уже от vegas. Но зависит они тоже от того какие у вас видеокодеки установлены. Я сохраняю обычно в avi либо в mp2. Давайте я щас в ави сохраню. Вот выбираем этот файл. Здесь тоже есть заготовки. Но их тоже необходимо настроить. Выбираем просто 720. Допустим 50. После этого необходимо обязательно перейти в эту вкладку к custom. Нажимаем и это очень важное окно, где мы можем настроить разрешение нашего видео. Вот 1280 720 и кадры в секунду. 24 у меня 24 выбираем. Соответственно вы должны выбирать те которые вы хотите сделать. Также вы можете сохранить эту заготовку. Допустим пишем мой avi. Сохраняем аудио также аудио. Если вы все сделали. Нажимаем ok. И после этого вот в этих заготовках появляется ваша сохраненная заготовка. То есть мой avi. Вы можете его всегда выиграть. В любой момент выбрать и вам не надо будет следующий раз настраивать. Ниже находятся столбики где надо поставить галочку вот rendering loop region only. То есть переводится как rendering только выделенную часть. Вот если вы помните мы выделяли. Ну вот в принципе все настройки. Нажимаем save и наше видео сохраняется. Так всего доброго всем творческих успехов. Надеюсь кому-то помог. До свидания.